Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! В русском мире есть какие-то вещи, очень важные для цивилизационной идентичности русского мира. Какие характеристики, на ваш взгляд, мы должны с вами обсудить, чтобы понять, чем насыщено это словосочетание? Я также рад встретиться с вами, отец Антоний, с господами телезрителями, которые по ту сторону экрана нас слушают. И да, действительно, тема необъятная, конечно, поскольку русская цивилизация настолько многоаспектна, настолько оригинальна и настолько глубока, что я всегда, когда идет разговор о русском мире, о русском мире как вот этой вот палитре различного рода черт, характерных особенностей, алгоритмов, механизмов, которые в ней заложены, частично реализованы, частично нереализованы, то я, с одной стороны, нахожусь в некоторой растерянности, как это многообразие, многоцветность охватить, а, с другой стороны, ищу точки, узлы, может быть, точнее сказать, которые позволяют, ну, во-первых, самому сконцентрировать анализ проблемы, с другой стороны, транслировать для слушателей, чтобы вот, когда начинаешь говорить, возникает одна особенность, один аспект, уходишь в него в другой, и постепенно это многообразие, оно служит, на самом деле, дурную услугу. Так вот, я предлагаю наш разговор построить по следующей схеме, которую я для себя однажды нашел, и которая, мне кажется, позволяет удержать, не все, конечно, но какие-то особо характерные черты того, что мы называем русской цивилизацией. Это пять цветов русских флагов. Почему пять? Три цвета – белый, синий, красный флага Российской империи, а перед этим торговый флага Российской империи, и два цвета имперского флага – это желтый, золотой, может быть, точнее сказать, и черный. Вот по этой лесенке я бы двинулся, ну вот прямо, наверное, с белой, белой, давайте белой, да, потому что что такое российская цивилизация? Вот я вспоминаю нашу предыдущую беседу, которая закончилась строчкой Максимилиана Волошина, сотни лет мы шли навстречу в юго, с юга вдаль, на северо-восток. То есть белый цвет – это русская вьюга, это пурга, метель, пространство безбрежное и сложное, экстремальное. Это север, это край мира, это особая экзистенция в сложных климатических условиях, но не только в сложных климатических условиях, но и в сложной борьбе. Потому что в отличие от многих других народов, вот посмотрим на Западную Европу, много государств на территории, окруженных другими государствами, и всякого рода социальные механизмы, социальные акции, социальные действия, они происходят во взаимодействии окружающих государств. Очень плотное пространство. Да, совершенно верно. В случае России, особенно когда мы ее посмотрим в исторической динамике, да, конечно, есть западное продвижение, где примерно это и происходит, столкновение с другими государствами. Но северо-восток однозначно другой. Да, совершенно верно. Там тоже люди, там тоже существуют социальные конфликты при продвижении, но вместе с тем это необъятное пространство, где силы, с которыми приходится сталкиваться, слово экзистенциальное выскочило. Силы эти – это холод, это безбрежность, это одинокость, и этому соответствует выработка определенных качеств. Знаете, не только это. Не только это. А вот давайте на качествах остановимся. Вот этот русский белый цвет, вот это экстремальное пространство, да, безбрежное. Какие качества хорошие? Ну, разные. Потому что, знаете, как всякое качество, мы его прочитываем. Когда мы его прочитываем, мы всегда его прочитываем в каком-то аспекте. Поэтому мы, по сути дела, одно и то же свойство человека можем прочитать в позитивном и в негативном аспекте. Ну, вот несколько забегая вперед, потому что качество русского народа и, в сущности, российского народа, как вот сопридея в тот русский мир, который охватывает не только русские этности, тем более, что... Безусловно. Русское пространство, русское мирное изначально... Пространство русской культуры, которое даже шире, чем языковое пространство. Я недавно читал о жизни потомков русских людей, которые живут в Латинской Америке, в Аргентине, в сопредельных странах латиноамериканских. И вот интересно, они утратили русский язык, многие из них, но они сохранили аромат русской культуры. То есть это показывает, что есть что-то очень глубинное, что держит. Ну и то, что объединяет... Вот первое по поводу русского... Ну, то есть, грубо говоря, все цвета спектра русской цивилизации, они... 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 Они определяют русский характер. И это определение, оно действительно оказывается... Ну, знаете как, я бы мог устно перечислять, но предвидя ваш вопрос, Я из своей книги «Русская идентичность» прочту просто вот то, что я там написал. Именно беру тот абзац, который связан с перечислением свойств. Народу пути свойственны психологизация мировидения, способность к длительному напряжению и сверхусилию. Неприхотливость, стойкость, выносливость, героизм, жертвенность, смирение, суровость, нисходительность, парадоксальные их сочетания. Помните, как у... Да. В «Капитанской дочке» мечтательность, алогичность, экстатичность, интуиция, подвижничество, неформальность, непредсказуемость, изобретательность, новаторство, ну и ряд иных свойств. Но одновременно в русском характере присутствуют стихийность, противоречивость, нерешительность, максимализм как особый перфекционизм, свирепая устремленность к идеалу, тяга к утопиям при малой склонности к планированию, пренебрежение социальностью, правовой нигилизм, тенденция замещать реальность иллюзии, иррационализм, исхатологизм, профессиональный дилетантизм, невежество, юродство. Тоска, лихость, буйство, разгильдяйство, небрежность, неряшливость. Вы знаете, когда смотришь исток у этих качеств, то некоторые вот два слова из первого ряда и второго иногда определяются одним свойством. Ну и вот еще тут я последнее предложение все-таки зачитаю, которое примыкает к этому перечню. Человек пути субъективно готов к встрече с иным, даже рискуя гибелью всерьез. Соответственно, у русских людей, у русского мира, у русской культуры было свое окно в будущее, стремление воплотить грезы о нем. Откуда появляется вот это выражение в этом абзаце у меня «люди пути»? Потому что, ну, откуда вообще этот драйв, движение? Русская цивилизация во многом зарождалась как цивилизация пути. Это были пути, которые были связаны с торговыми маршрутами. Ну, очевидный первый маршрут, это путь, да, совершенно верно, который, вот оно все, там, мать городов русских, Новгород, то есть вот мы видим путь из варяг в греки. Но это не единственный путь. Были ряд путей, которые играли не меньше... Ну, путь по Волге. Да, совершенно верно, серебряный путь. Серебряный путь, который насыщал Западную Европу, а серебром, собственно, и не только по Волге. Был еще особливый Соболий тракт. И очень интересно, потому что он больше связан был действительно с Новгородом, с Великим Новгородом. И он проходил не просто по северной дуге, а вот освоение севера, может быть, первый такой вектор именно арктического севера, потому что по морю... Там было несколько путей, там были маршруты морские в разных направлениях. Вообще интересно обустройство вот всего этого колоссального пространства маршрутами. Но маршрут пути Соболева, это он уходил за Уральские горы в сладокипящую Мангазею. Ну, а по разного рода предположениям, источникам, текстам и дальше уходил. И действительно, один из путей освоения той же Камчатки и так далее, он и по этому вектору шел вплоть до Камчатки. Хотя и через Южную Сибирь, и туда на северо-восток, так по диагонали. Ну, и какое-то влияние оказывал и Великий Шелковый путь, хотя он проходил гораздо южнее. Но, тем не менее, вот эти вот торговые энергии... А что такое торговая энергия? Ведь торговля в те времена... Это совсем не то, что торговля в наше время. Хотя определенные свойства сохраняются. Это, прежде всего, вооруженный отряд. Потому что в чем смысл обустройства торгового пути? Это стоянки, которые предоставляют логистику для совершения пути. Но одновременно это охрана, которая позволяет за счет собирания дани с проходящих караванов, с проходящих кораблей, с проходящих пути, собирать определенную дань. Причем собирать ее обоснованно, предоставляя определенную сумму. Гарантия безопасна. И формирует тоже определенный характер. Потому что очень интересно, что торговое сословие... Вот в то время торговое сословие, это, по сути, дело было военное сословие. Вот такой микс интересный образовывался из военных. Что такое торговля? Мы в прошлом разговоре так мельком упомянули, что у нас слово «бизнес» воспринимается сейчас чисто экономически. Утрачен вот этот подвижнический, такое, да, слово, как вообще, вне, вроде, контекста лежит. Деятельный характер, движение, движение, которое, да, в нем элемент алчности присутствует. Да, в нем... Но это было расширение культурного пространства. Да нет, я даже еще ближе к носителям этих качеств. Потому что во многом это все-таки вот у человека жизнь есть. Он хочет ее как-то реализовать. И здесь не просто стремление получить прибыль. А тут, вот помните, Афанасий Никитин, да, хождение за три моря. Стремление к прибыли было, но это определенный авантюризм. Афанасий Никитин, да, когда хождение за три моря, то ты видишь, прежде всего, другие качества. Там много чего видишь. Ну, вот, ну, все-таки у нас еще впереди четыре цвета. Четыре цвета. Погрузиться. И я переживаю, что мы не дойдем до конца. Белый цвет, который позволяет стремиться к предельным и запредельным ситуациям и закладывает определенную основу. Второй цвет, второй цвет синий. Он близко примыкает к этому белому цвету, потому что он связан с континентальным характером данной территории. Континентальный характер, который определил соответствующий характер экономики. Страны делятся на страны, которые обладают береговой линией и которые не обладают береговой линией. И глубже. Страны, которые обладают выходом к морскому пространству, океаническому пространству и не обладают, вот откуда эти необъятности. Потому что Россия, северо-восточная Русь расположена в центре, в центре континента. И вот она начинает распространяться к, знаете, как здесь же ведь еще и монгольское стремление к последнему морю, как бы впитано в этой энергетике. То есть в нашу безбрежность, экстремальность мы впитали еще монгольскую, скажем так. Да, и вот когда там движение Петра прорубать окно в Европу и завоевывать береговую западную, северо-западную линию, вся специфика европейского севера-запада России. Но одновременно вот этот Дальний Восток, Дальний Восток, который инкорпорирует Сибирь, как один из этапов пути. И морские трассы. Морские трассы, которые уходят как бы в никуда, но в освоение пространства. То, что вот когда в прошлой передаче мы тоже затронули тему Великого Сибирского пути и железнодорожного обустройства России, но за кадром осталось, что не случайно это было министерство не железнодорожного трассы, а путей сообщения. Потому что значительная роль морское, точнее речное судоходство играло роль. Вот решение этой задачи, которая там уходила за пределы известной географии, геометрии, административной политической границы Российской империи, уходя в ту же Манчжурию, строя, если железнодорожное сообщение затронули, КВЖД, ЮВЖД, Порт-Артур откуда берется. Потому что Владивосток в то время был замерзающим портом, и корабли вынуждены были откачевывать в Йокогаму на зимовку. А Порт-Артур, и точнее город дальний, потому что город был дальний, Порт-Артур была крепость, которая должна была охранять его. Это был вот этот незамерзающий порт. Синий цвет. Да, синий цвет, который очень сказался. Вот этот континентальный характер, экономика бедная, континентальная экономика бедная. Смотрите, все-таки два слова скажу здесь, чтобы была большая ясность, о чем речь идет, как о специфике. Если страна, вот Англия, Великобритания, островное государство, колоссальная береговая линия, что получается? Получается, что можно производить продукт, один и тот же продукт в колоссальных количествах, достигать изощренности в его производстве, удешевлять его себестоимость и развозить по всему миру один и тот же продукт. Торговать, а в других точках покупать те продукты, которые развиваются торговля, колоссальная получается торговая прибыль, богатое государство. Что происходит на континенте? На континенте... Надо производить все продукты. Совершенно верно. А все продукты вряд ли можно производить так, чтобы они обладали низкой себестоимостью, то есть большими торговыми достоинствами, чтобы их можно было активно торговать, но не говоря о том, что сам механизм торговли, он затруднен был. Вот когда прошел этап вот этих торговых путей, и мы перешли... То есть синий цвет это торговые пути? Да, специфическая геоэкономика, которая вот эту самую границу. Связана с этим континентальным фактором. Давайте к третьему цвету. Да, третий красный, социальный. Вот то, что мы затронули, потому что вот логичность перехода именно из специфики экономики, северо-восточной экономики Европы, которая континентальная, которая с точки зрения промышленного производства не слишком выгодная, но и земледелие в силу прохождения изотерм, оно дает гораздо более бедный результат. Нет вот этих самых южных черноземов. Период летний, он короткий. Ну ладно, если коротко, то вот так, что определяет закрепощение. Потому что вот как сложности там связанные, скажем, с Соединенными Штатами вынудили использовать рабский труд, так и здесь использование рабского труда под этикеткой крепостничества для того, чтобы все-таки как-то решить эту ситуацию. Ну и когда все-таки мы говорим о крепостничестве, мы должны упомянуть, что это влияло не только на подневольное население, но и на господствующий класс. Влияние всегда идет в много стороны. Подрывало подлинность. Но в каком-то смысле Россия была разделенным обществом. Да, и я имею в виду, что эта разделенность проходила в душах, потому что человек, который эксплуатировал своих собратьев по вере, причем вот таким жестоким образом, он мог быть не жестоким человеком, но он принадлежал к этой страте, где были чудовищные в том числе. Ты сам, в принципе, продажи людей, как скотину, и врач... Ну, все-таки вот этот цвет красный, он определил определенную социальность. Он определил определенную социальность, которая вылилась и в пугачевские бунты, и в кошмары революции. Я имею в виду кошмары революции, это естественная вещь. Революция это то, что мы живем все время в ситуации революционной, потому что мы как люди все время развиваемся, мы меняемся. Но одновременно революция может сопровождаться достаточно серьезными эксцессами. Но дальше пойдем по исследованию. Цвет желтый. Что такое желтый цвет? Желтый цвет — это цвет соприкосновения с внешним миром. По мере, вот я начал говорить, что по мере своего распространения, соприкосновения с иными народами. Имперская структура. Что такое имперская структура? Это включение... Вот континентальная имперская структура, она не позволяет разделить колонии и метрополию, а реализует имперскую структуру, совмещая их. Поэтому с одной стороны битвы, там Кавказская война, и военность. Империя — это некий союз народов, в общем-то. Ну, в конечном итоге да. Хотя история этих союзов... Если мы посмотрим на персидскую империю, вот это, собственно говоря, ту символику, которую мы видим в Персиполисе, да, когда вот эти 28 народов поддерживают, по сути, трон, да, и... То есть, в общем, вот это... Поддерживают, конфликтуют, взаимодействие происходит, знаете, как вот в период... Но гражданской нации нет. Да, нет гражданской нации. Есть такое понятие, которое очень неполиткорректно по нынешним временам, а по тем временам это был расхожий термин, не только российский, но всеевропейский, «желтая опасность», то, что называлось. «Желтая опасность» и то, что отразилось в литературе. Вот мы там цитировали стихи в предыдущей передаче, а вот у Блока есть и по поводу скифомы, и по поводу вот этой действительно азиатчины, которая проникала. Вот этот элемент азиатчины, который присутствовал и пропитывал тоже специфическую российскую ментальность и российский характер. И, наконец, черный цвет. Черный цвет – это второй компонент, который определил специфику русской цивилизации, российской цивилизации и русской ментальности, российской ментальности. Это православие. Православие, которое... Христианство, прочитанное по-своему. Вот христианство, оно как бы разными людьми понимается по-разному. И не просто разными людьми. Достаточно серьезными теологическими школами, направлениями. Мы знаем, что есть православие, есть католичество, есть протестантизм. И вот если провести разграничение, оно, как и все разграничения в этой безбрежной сфере с некоторой долей условности, но тем не менее, вот между западным прочтением христианства и восточным прочтением, между православным и католическим, и протестантским, не вдаваясь в эту детализацию, поскольку у нас все-таки есть определенный регламент беседы. Так вот, разница заключается в богословии во многом. Мы с черным цветом связываем часто негативные эмоции. Но вот, отец Антоний, вы в черной сутане. Но на самом деле, я, кстати, хочу сказать, между прочим, об этом многие православные не знают сегодня, что до, по всякому случаю, середины 17 века, кстати говоря, цвет ряс у духовенства был либо темно-зеленый, либо темно-коричневый. Кстати, появление черного цвета даже в облачениях, и богослужебных, и, собственно говоря, в самих одеждах повседневных духовенства, этим мы обязаны отчасти католическому влиянию, которое шло через Украину, через вот эту Киево-Могилянскую, скажем так, школу. То есть, вот на самом деле, в русском православии черного-то как такового не было. Сейчас, может быть, понятнее начало нашего разговора, когда перечисление было... То есть, опасность нигилизма? У нас шло перечисление качеств в позитивном и в негативном аспекте. То есть, одно и то же качество имеет разные проекции. Потому что в русской истории, с одной стороны, тот набор позитивных качеств, и с другой стороны, и негативные... А я уже сейчас даже позволю процитировать вашу книгу. Вот, я думаю, что это как раз вот практически о том, что есть между тем и у русской души даже более глубокий пласт, безудержная устремленность к идеалу. Тяга совершенно особого рода перфекционизм, заставляющий разрушать и отчасти презирать земное устроение, как несовершенные копии недостижимого. Совершенно верно. Потому что вот это снятие покровов, то есть отсюда небрежность в отношении к внешнему миру, отсутствие юридической культуры, которая может иметь самые бытовые выражения. Я в черный цвет вкладываю... Понятно, что это не негатив в смысле... Вот, знаете, как мы начали с белого, который... Ну, буквально потому что, когда мы говорим о синим, когда мы говорим о красном, когда мы говорим о желтом, то во многом это развитие вот той энергетики особого географического положения русской цивилизации, именно как град Китиш. Я последнее, что скажу. Вот Россия прошла через достаточно серьезные испытания, достаточно неприятные, трагические, катастрофические ситуации. Но в нынешний момент цивилизация, вся наша человеческая цивилизация, находится в ситуации кризиса. Кризиса перехода. Перехода, ну, по-разному толкуется, к чему этот идет переход. Мы живем в ситуации настолько сложного мира, что действовать прежними позитивными, позитивными в смысле позитивных утверждений, механизмами и относящихся к когнитивной сфере, и к социальному строительству... Вот это снятие покровов, он мог бы оказаться ключом к будущему. То есть у православной культуры обнаруживается колоссальный ресурс. Колоссальный ресурс. Насколько он сейчас задействован вопросом, он есть. Вы помните выражение «умная молитва»? Так вот здесь вот, либо умное использование этого ресурса, либо действительно безбрежная катастрофа. Ну, спасибо большое, Александр Иванович, за этот вывод, потому что... И спасибо за то, что вы завершили нашу передачу вот этими словами о важности умной молитвы, потому что апофатический путь, путь исихазма еще во многом, да, это путь соединения ума и сердца, потому что умная молитва — это соединение ума и сердца, да. И вот, дай Бог, нам действительно так проходить нашу жизнь. И стремление к преображению. Вот. И иметь всегда перспективу того, что преображение — это то, что должно произойти на самом деле и в нашем сердце, и должно происходить в окружающей нас реальности. Спасибо вам большое. Спасибо всем телезрителям, которые были сегодня с нами. В эфире передача «Диалоги о русском мире». С вами ведущий, пратерий Антоний Ильин, и у нас в гостях был Александр Иванович Никлеса. Всего вам доброго.